И дальше здесь по тексту идет, что если именно кто-либо, понятно, из народа захочет, ключевое слово какое? Захочет. У него будет желание, он захочет, именно принести жертву Господу, то если из скота принесете жертву вашу, из скота крупного или мелкого? Чего? Мы в Левитов, в первой главе. Во втором стихе, дальше еще никуда не ушли. Из скота. Шо це значит? Какой скот имеется в виду? Большой или маленький. Но шо очень важно, домашний. Шо очень важно во всей этой истории, домашний. Не тот домашний, который с пятачком и хвостиком. А именно нормальный домашний скот, который держали евреи, он был предназначен при желании принести жертву. Это не случайная добыча. Не случайно. Это не то, что вам чисто по дороге в храм попалось какое-то животное, вы его именно там завалили на охоте и вот это решили принести. Или в капкан где-то поймали, еще что-то. Это ваше, ваше, заметьте, ваше, не чужое, домашнее животное. Только над тем, над чем трудился человек, он имел право принести жертву. Только то, над чем трудился человек, может называться жертва. Дикие животные, которых человек не выращивался, не заботился о них, или украденные домашние животные, непригодные для принесения в жертву. Вы зря так улыбаетесь. На самом деле, на сегодняшний день люди абсолютно спокойно жертвуют и краденые. И считают это нормальной жертвой. Жертвуют краденым. И считают нормальной. Поэтому, в общем-то, на всякий случай, я так, я не думаю, что кто-то из вас по-прежнему ворует. Ну, чисто так, на всякий случай, чтобы вы были в курсе и могли рассказать тем, которые воруют, что не надо в жертву ворованную приносить. Только то, над чем, собственно говоря, трудился. Первая паралипоменон, 21 глава, с 21 по 25 стих. Первая паралипоменон, 21 глава, с 21 по 25 стих. И пришел Давид к Орне. Орна взглянул, увидел Давида, вышел из гумна и поклонился Давиду лицом до земли. И сказал Давид Орне, отдай мне место под гумно. Я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай. Мне его, чтобы прекратилось истребление народа. И сказал Орна Давиду, возьми, 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 пусть делает Господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю голов на все сожжения, молотильное орудие для дров и пшеницу на приношение. Все это я отдаю как? Даром. Орна был красавец. Он говорит, никаких проблем. Мой Господин, не только место, но и дрова, и скот, и пшено. Все, все я отдаю даром. И Давид говорит, вот это повелло. Вот это чисто благословил. Ну, по-харизматическому, но уже благословил. Чисто если взгляд харизматический, шо Орна сделал? Именно благословил Давида. Именно говорит, на, и тут Давид говорит, ну поперло. Вот это именно сжало, теперь именно посеял. Или наоборот. Именно тогда село, теперь пожал. Что говорит Давид? Не сказал Давид Орни? Нет. Я хочу купить у тебя за настоящую цену. Потому что он понимал, что Орна может сказать, ну ладно, если тут такое дело, дай мне пять копеек, и будем считать, что ты мне денег дал. Чисто условно. Да и он говорит, не, Орна, я понял твое желание отдать. Но я хочу купить за настоящую цену. Ибо не стану приносить твоей собственности Господу. И не буду приносить во все сожжения взятого даром. Жертва – это цена. Говорит, я не буду приносить жертву, которая мне ничего не стоила. И странная вещь. Писание говорит, и дал Давид Орни за место 600 сикелей золота. Какая нам разница, сколько сикелей золота отвесил Давид Орни? Какая разница? Зачем эти подробности? К чему все это? Для того, чтобы мы знали, что Давид заплатил настоящую цену. Что Давид не только сказал, но он заплатил настоящую цену. И мы знаем, что поражение в Израиле было. Вы знаете, из-за чего было поражение? А за что было поражение? За исчисление. А за что было? Чего Бог так разозлился? А? Что, посчитать мне не забыла? Чего? Причем здесь Ковчег? Кто-то помнит? Нет? Денег не дали. Все замолчали, начали срочно писать. Денег не дали. За исчисление сынов Израиля, в Израиль должен был платить деньги. Не знали ли они? Ну, он сказал, что если захотите просчитаться на раз-два, денег должны дать. Они не приступили закон. То есть исчислять можно было, но за деньги. Удовлетворить свое любопытство можно было только за деньги. Каждый. Давид захотел, а платить должны были все. Там были некоторые тонкости. Итак. Всевышнего на самом деле не интересует размер жертвы. Большой бычок был, или это была овечка, или это была горлица. Потому что в Левитом 14 стихе, в первой же главе сказано, если из горлиц приносят Господу все зажене, то пусть принесут жертву свою. Из горлиц, или из молодых голубей. То есть, размер определялся только достатком. Очевидно, да, не ловили они. Да. Как вы думаете, можно поймать голубя по дороге? В храме, например, продавали голубей. Это те, которые поймали вчера? Можно. Ну, не написано, что это были дикие животные. Это была горлица или молодые голуби. Именно молодые. Понятно. Я думаю, что они их выращивали. Потому что, если животное было предназначено для жертвоприношения и продавалось, то, очевидно, можно было его таки выращивать. Ну, только из чисто коммерческих соображений. Чтобы продать. Понятно, да? Итак, размер на самом деле не имеет для Всевышнего значения. Опять, очень важный момент. Если не имеет размера значения, зачем не нести бычка, когда я могу принести горлицу? Сердце. А что сердце? Ему какая разница? Важно. А, Господь сказал, можно это, это или это. Я же могу выбрать. Опять. Если это ценное для меня и мой достаток не позволяет мне принести большое, то Бог смотрит на это и говорит, ты можешь принести маленькое. Я приму. Это маленькое может быть большим, чем то большое. Для тебя оно может быть большим. Для меня, ну, как бы особой разницы это бык или горлица нет. Для тебя есть разница. Но я смотрю, на что? На сердце. И идея сегодня, если для него какая разница, принесить там чуть-чуть, не совсем хороша тоже. Понятно, да? Идея все равно в том, можем или не можем приносить, влечет или не влечет сердце. Понимаем ли мы привилегию того, что мы можем приносить? Размышляем ли мы над этой привилегией? Примет или не примет он нашу жертву? Вот это вопросы, над которыми мы можем размышлять. Это не вопрос тяжелой обременительной обязанности, которую мы должны совершать по долгу. А мы имеем привилегию достоинства принести. Потому что даяние это достоинство, это достойное дело. Итак, говорим мы о материальном, но затрагиваем аспекты души. размышляем и говорим все время о материальном, но все равно затрагиваем аспекты, связанные с нашей душой. Итак, стоит задуматься все-таки, желание или потребность? что движет нами? Желание или потребность? Бог дал нам потребность, а двигает нами? Желание из чувства благодарности. в ответ на то, что он сделал для нас. Так что это не мы такие добрые и хорошие. Это не то, что именно мы вот такие настоящие верующие. А это потому, что Бог производит нас хотение и действие по своему благоволению. Филиппийцам 2 глава 13 стих. Филиппийцам 2.13 Потому, что Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. Понятно, да? С этим стихом все понятно? с этим стихом все понятно? жертва есть все сожжение из крупного скота, пусть принесет ее мужского пола без порока, пусть приведет ее к дверям скинь собраний, чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. Другие переводы интересные. Если из крупного скота жертва его для всесожжения пусть принесет самца без порока ко входу в шатер откровения, пусть приведет его по своей воле к Богу. если в сожжение жертва его из крупного скота, то мужского пола без порока принесет его ко входу в шатер собраний, приведет его по доброй воле своей перед Господом. Здесь, как это ни странно, как это ни странно, говорится опять о воле человека, решившего принести. Странное слово сочетание. Если жертва есть, все сожжения, если это такая жертва, опять существуют определенные условия. Если жертва его есть все сожжения, то тогда есть определенные условия к жертве, если она есть такая. Если она есть другая, никаких вопросов. Но если она есть такая, то к ней есть условия. Первое условие какое? Желает. Вот второй стих. Второй стих. Первое условие желает. Второе условие если она есть жертва всесожжения, тогда мужского пола без порока. Да? Это все? жертвы жертва есть все сожжения, то жертва должна быть мужского пола без порока. Это все условия предъявляемые для жертвы. Сам должен был привести и сам должен был привести в определенное место. К животному это все? Какие-то еще условия требования к животному предъявлялись? Наша. Не должно быть украденным, не должно иметь порока и мужского пола. И дальше идет вещь. Если она есть всесожжение, пусть приведет ее к дверям скинье собрания. Определенное место. Если он не приведет ее к дверям скинье собрания, эта жертва есть жертва всесожжения? Если это не мужского пола, есть жертва всесожжения? Нет. Если она с пороком? Нет. Нет. То есть это если определяет условия предъявляемые Всевышнему к тому, кто приносит жертву и говорит ему какая, где нужно ее привести? Для того, чтобы приобрести благоволение. Чтобы приобрести ему благоволение перед Господом. Смысл жертвы приобретение упс упс язычники для чего принесли жертву? Для того, чтобы приобрести что? Благоволение и здесь Всевышний говорит, слушай, если ты хочешь, чтобы у тебя все со мной было хорошо, все-таки должен дать жертву. Там написано, что там ошибка? А я так считаю, что нет. Написано благоволение очищение грехов. Еще раз. Благоволение в очищении. Не благоволение в обстоятельствах, не благоволение в будущем, а благоволение в настоящем, в очищении. Устранение всяких преград для общения. Несколько другой смысл, да? Несколько другой смысл в слове благоволение, чем тот смысл, который мы встречали в языческих жертвах. Здесь понятно? есть... Это не одно и то же. Мне трудно, вы знаете, понимаете, в чем дело? Мне достаточно трудно общаться через вас, выслушивая мнение другого человека в вашей интерпретации. Я думаю, что если бы он разговаривал со мной, мне бы было легче понять его. Мы говорим некоторые вещи смысловые, которые меня интересуют. А именно, меня интересует процесс принесения жертвы и результат наступает в одно и то же время или нет? Сразу после процесса принесения в одно и то же время. Не через месяц, не через день, не через два, а приобретаем мы благоволение в тот самый момент, когда мы что делаем? Приносим. Это благоволение выражается в чем-то, что направлено и будет происходить в будущем или произойдет здесь, сейчас, в настоящем. Давайте теперь придираться к тому слову, которое я сказал. В очищении, в искуплении, а здесь неправильный перевод, а здесь еще что-то другое. Смысл от этого поменяется? Еще раз. Смысл поменяется? А? Он настаивал на том, что это то, что произойдет в будущем. Я правильно помню? Я еще раз спрашиваю, мы говорим о смысле того, что я говорю, или о терминах, которые я использую? Спасибо большое. Мы говорим все-таки о смысле. Я использовал неправильный смысл. Если для вас в принципе это одинаково, то зачем вы меня поправляете, говоря о том, что кто-то другой учил иначе? То есть он учил о том, что будет что-то в будущем и в этом материальном мире. Он это учил? Завтра спросим. Никаких проблем. Итак, благоволение, приобретение, очищение, если угодно, искупление грехов в тот самый момент, когда принесена жертва. различные варианты переводов. благоволение в очищении грехов, благоволение для искупления его, благоволение во искуплении свое, добиться прощения для него, чтобы искупить его. смысл поменялся сказанного? Нет, хорошо, спасибо. Я думаю, что с Валерием Ивановичем мы тоже придем к общему пониманию. А в Библии ничего исправить не надо, я дал различные варианты перевода, смысл остался тот же самый. какой? Какое? Тоже хорошо. тут опять очень аккуратно. Это не жертва за грех. Еще раз. Это не жертва за грех. Да. Благоволение. Объясните, пожалуйста, как вы понимаете, благоволение написано перед Господом. Это не у Господа благоволение, не у Господа желание возникает. Да. А у человека перед Лицей да. Да. Здесь все правильно. Да. Здесь все правильно. Смотрите, вы послушайте, пожалуйста, меня. Основная мысль, которую я пытаюсь до вас донести, сводится к ниже следующему. Речь идет не о жертве для получения прощения грехов. Вот это основная мысль. Дальше все нормально. Если мы не фокусируемся в очищении, в искуплении за грех, тогда все нормально. Потому что были другие искупительные жертвы, были другие жертвы за грех. здесь мы говорим совсем о другой жертве. Мы говорим жертве центральной, где ничто не принадлежало ни дающему, ни священнику, а жертва полностью принадлежала кому? Богу. Вот это центр. Это не для того, чтобы, не потому, что я что-то сделал и что-то хочу, а центр всего желание встретиться с Высшим, когда никто ничего не получал, а все принадлежало только ему. и он говорит, такая жертва найдет благоволение перед моим лицом, и я очищу. Я уберу все препятствия для встречи с этим человеком. Встреча. Да. Но понимание, что грех мешает, существует уже проблема. есть нераскаянный грех. Еще раз. Желаю встретиться. Какой? Если грех мешает, принесите жертву за грех. Если грех мешает, принесите жертву за что? За грех, который мешает. Если препятствием для встречи с Богом является жертва за грех, то это не вопрос вашего желания. Лучше меня сбило с толку. В тексте нет очищения грехов в оригинале. А на дальнем есть. Понятно, да? Если вы пришли к Богу и у вас есть грех, то это не жертва Аллах. Это жертва за грех. Понятно, да? Это другая жертва. Это все с другой оперы. Потому что, когда говорится о жертве Аллаха, говорится о том, что если у тебя есть желание, если у тебя есть желание, ты хочешь принести. А когда идет вопрос о жертве за грех, о вашем желании уже ничего не стоит. Тут есть проблема. Если ты ее не принесешь, то у тебя есть в жизни определенные сложности. Потому что есть грех. И дальше читаем. Не оставит без наказания. Почему? Потому что ты не раскаялся в грехе. Другая часть. А здесь какие-то последствия если я не принесу жертву Аллах наступают для меня? Еще раз. Какие-то негативные последствия наступают для меня? Мое желание. все. Жертва за грех если я именно вот это не пожелал. Как с последствиями? Наказание. разницу чувствуют? Жертва за грех говорит о обязанности человека. Жертва Аллах говорит о желании. Есть разница? Итак, Всевышний говорит нам что мы можем поклоняться ему только на его условиях. А если мы хотим принести ему жертву на наших условиях То это не есть жертва Алла Если мы хотим поклоняться ему на наших условиях Это не есть те жертвы, которые он заповедал для нас Которые он определил для нас А соответственно это не то, что мы приносим ему Эта мысль до сегодняшнего дня Она не искоренна из головы многих людей Вы слышите это очень и очень часто Классика жанра Главное, чтобы у меня Бог был в душе Классика жанра Главное именно, чтобы у меня был Бог в душе Главное вот это Главное вот то А я вот так вот себе А я вот так вот себе Я говорю, отлично Только к нему это не имеет никакого отношения Вы ему потом объясните, что главное Вот именно придете к нему и скажете Ты не понял вообще Главное, чтобы ты у меня в душе был А все остальное можешь не обращать внимания Ты у меня именно был в душе Человек может приблизиться к Богу Только на его условиях И главное Что именно когда мы предстанем пред Ним Чтобы быть уверенным, что мы правильно приближались Бог не будет принимать человека на его условиях И это на самом деле Абсолютно нормальные вещи Естественные В нашем реальном мире Послушайте Когда вы приходите в дом К другому человеку Поверьте Не главное, как вы считаете правильно А главное, как в этом доме заведено У себя вы дома можете бросать лужпайки Плевать на пол Попробуйте прийти к кому-то домой И сказать Главное, чтобы я именно у тебя дома чувствовал, как у себя И именно главное Он вам скажет, где дверь Ну, это уже второй вариант Это по-одесски В любом обществе Есть условия Нахождения В этом обществе В любом месте Есть правила поведения В этом месте И эти правила Не я устанавливаю Если это не мое помещение Если мое То я устанавливаю свои правила Мой сын стал достаточно взрослым Мы с ним сели И я говорю Сынок Ты им в праве поступать, как ты хочешь Ну, 18 лет И я говорю Но в моем доме есть мои правила И здесь ты можешь поступать только по моим правилам Заведи свой дом Свою семью Я приду к тебе В твой дом И буду подчиняться твоим правилам Там я правила не устанавливаю Но в моем доме правила устанавливаю Я Почему же мы думаем Что Бог не устанавливает правил Почему мы думаем Что мы можем приближаться к Богу На наших условиях И рассказывать Ему Как Ему должно понравиться Когда Он сказал нам как Мы должны приближаться Понятно, да? Так что главное не мы здесь Главное не наше представление А главное то, как Он нам сказал И поверьте Для любого общества Их правила являются нормальными И когда вы приходите в любое общество С хорошими правилами Но они там неприемлемы И вас там не принимают Если вы придете в общество рецидивистов И начнете рассказывать гуманистические идеи И что они не имеют права Уничижать Достоинство личности Присваивают себе чужое Вы же будете говорить Какие-то хорошие вещи Правильно? Вас там сильно примут Ну понятно Вас попросят с вашими идеями Куда-то в другое место Ну это уже худший вариант То есть Любое общество Учреждает свои правила И Всевышний Творец Он вообще устанавливает все правила И когда мы говорим Послушайте, а главное Чтобы вот так Могут быть разочарования Поэтому не стоит Что мы можем приходить Думать Что мы можем приходить Законодателю всей Вселенной И рассказывать законы По которым мы Именно Соблаговолим к нему прийти Понятно, да? Итак Здесь просто и достаточно Конкретно сказано Если жертва есть Если жертва есть То она должна быть такая Если жертва не есть Пожалуйста, как угодно Куда хотите Как хотите Где хотите Это пожалуйста Но она не есть А если она есть То только извините Определенное животное В определенное место В определенный порядок действий Тогда она есть А если что-то не так То она не есть Тогда и только тогда Она становится Жертвой Все сожжения Когда все условия Выполнены Или соблюдены Все остальное Просто, ну, не принимается Понятно, да? Если условия Не соблюдены Это не жертва Всевышнему Это жертва Какому-то Воображаемому Вами Божеству Хотите Приносите Хотите Не приносите Не говорите Что хотите Поэтому Стоит посмотреть Внимательно На требования Которые Бог предъявлял На досуге Посмотрите Чем закончилась История В 32 главе Исхода Там были Ребята Которые Именно Посчитали Как правильно Именно Принесли Жертву Богу На своих условиях Ничего плохого Собственно говоря Не хотели Практически Ничего плохого Не сделали Прочитайте Как закончилось 32 глава Сегодня Размышления Намного Легче Чем вчера Спать Будете Спокойнее Завтра Продолжим